Всем привет! Когда я делал обзор по весне, мне почему-то показалось очень важным рассмотреть Луизу, героиню этого фильма, как представителя какого-то объединенного бестиария. Уже в момент записи видео я подумал о том, что многие из нас с самого детства напрягают мозги, создавая свои незрелые миры на основе увиденного, прочитанного и поглощенного. Пожалуй, можно выделить целый отдельный психотип людей, которые выдумывают собственные миры. С одной стороны, это очень лестное определение, согласитесь, но с другой это доставляет массу хлопот. Вы выключаетесь посреди разговора, можете в задумчивости проехать свою остановку по дороге на работу. И все это не потому, что вы обдумываете какой-то важный проект или распорядок дня, а потому, что в вашем сознании рождается новое антропоморфное существо или сюжет для какой-нибудь охренительно огромной космооперы, которая так и останется промелькнувшим в мозгу образом. Мы живем фантазиями. С самого детства я исписывал тетради в попытке придумать собственный фантастический мир. Я цеплял образы и явления из прочитанного и просмотренного, компилировал, засыпал сверху собственные ингредиенты. У меня были тетради бестиарии, тетради с сюжетами, энциклопедии выдуманных миров, вроде тех, что стоят на полках в компьютерных играх. Все это было вторичным, конечно. Сейчас я способен больше выдумывать сам и меньше усваивать кем-то придуманное, но должен-то был повзрослеть и забить на всю эту ересь, от которой пухнет мозг. Поэтому я в обзоре на весну сделал такой финт ушами. Страничку из бестиария какого-то фантастического мира, в котором Луиза одна из обитательниц. Этот мир скрывает еще вагоны тайн, которые мы обязательно вскроем и покрутим в руках позднее. Мой любимый по всем параметрам жанр – это мультивселенные. Но не киношные и даже не игровые, а те, что рождаются в моей собственной голове. Они куда лучше, куда ярче и куда интереснее, чем видение режиссеров и сценаристов. У вас разве не так? Вы можете сказать, что, к примеру, экранизации ваших любимых книг выглядит лучше, чем в вашей фантазии? Не думаю, что знаю много примеров удачных экранизаций, которые бы могли затмить мою собственную фантазию. А уж с мультивселенными дела обстоят еще печальнее. Мы с вами рождены, чтобы создавать миры. В каждом этих миров на добрую вселенную. А мы лишь каталогизируем их, не пытаясь хоть как-то воплотить придуманное, записать, нарисовать, снять. Сколько звезд зарождаются и угасают внутри наших мозгов, оказавшись бессмысленным скоплением пыли и мертворожденных идей. Каждый раз, когда я вижу так удачно придуманный кем-то мир, уникальные законы вселенной или классных и действительно оригинальных существ, меня охватывает странная, совершенно нелогичная зависть и злость на то, что не я это придумал, не мне пришла в голову эта гениальная идея. Хотя я отдаю себе отчет в том, что если бы она и посетила меня, то скорее всего осталась бы бессмысленным озарением и никогда бы не увидела свет. Давайте будем говорить и реализовывать по мере возможностей наши выдуманные миры. Давайте не будем бояться прослыть инфантильными и глупыми, потому что в конечном счете, что еще у нас есть, кроме безграничных просторов нашей больной фантазии? Возможно вы считаете, что ничего не умеете и вам не хватает мастерства. Да пошло оно к черту это мастерство. Давайте делать без оглядки на умения, а они придут по ходу работы. Никак иначе они не приходят, все остальное это вечное ученичество, которое никогда ни к чему не приведет. Всем удачи и до новых встреч на просторах ютуба.